С докладом приглашается Кайдмазова Нателла Казбековна. Рада приветствовать вас. Сегодня мы с вами поговорим о питании, о основе здоровья человека. Сегодня мы с вами поговорим о вопросах питания. Все вы знаете, что вопросы питания интересуют людей с глубокой древностью. Ещё Гиппократ говорил о том, что мы есть то, что мы едим. Сегодня можно говорить о том, что мы есть не то, что мы съели, а то, что мы усвоили из того, что мы съели. Многие наши современники, будучи людьми образованными, культурными, к удивлению, очень мало знают о питании. Несмотря на весь тот большой багаж знаний по диетологии, который имеется на сегодняшний день, образованный и культурный человек зачастую очень мало знает о рациональном питании, имеет случайное представление о химическом составе продукта. И мало знает о том, как эти продукты питания влияют на здоровье человека. Лишь какое-либо заболевание может заставить человека обратить внимание на своё питание. И сегодня настало время судить о культуре человека не только по тому, как он ведёт себя за столом, как пользуется столовыми приборами, но и по тому, что он кладёт себе в тарелку, что он ест. Знает ли он о том, что есть, сколько есть и в какое время. Чем же являются продукты питания для нашего организма? Если сравнить тело человека с домом, то продукты питания являются строительным материалом. Они обеспечивают нашу организму всеми питательными веществами. То есть вот на данной картинке вы видите, что продукты питания расположились в теле в виде строительного материала. Но на самом деле, да, это питательные вещества так распределяются в организме, и таким образом они являются нашим строительным материалом. То есть ваше состояние тела зависит от того, что вы едите. Кроме того, можно сказать, что продукты питания являются своего рода топливом для нашего организма. То есть из продуктов питания мы получаем не только строительный материал, но и энергию. Вот как машину заправляют бензином, да, так человек должен употреблять пищу для того, чтобы у него была энергия. На то, чтобы билось его сердце, на то, чтобы он дышал, на то, чтобы ходил на занятия, да. Вот если бы каждому из вас дали машину и сказали, что эта машина вам даётся одна на всю жизнь, вы бы, наверное, за ней ухаживали, заправляли её качественным топливом и тщательно ухаживали за ней. Вот то же самое можно сказать и у тела, которое дано вам одно на всю жизнь. И о нём нужно заботиться. И если начать заботиться о своём теле только в 50 лет, то оно достаточно изнашивается к этому возрасту. Вот, поэтому, чем раньше человек начинает задумываться о своём теле, о том, как работает этот организм, да, эта машина. То есть, когда вы покупаете телефон, вы тщательно изучаете его функции, способности, возможности этого телефона. Вот точно так же вы должны заботиться о своём теле и знать о качестве продуктов, которыми вы питаетесь ежедневно. «Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе», — сказал как-то профессор физики из Оксфорда Николас Курди. Как сказал Эйнштейн, проблемы, которые мы создали, невозможно решить на том уровне сознания, на котором они были созданы. Поэтому для того, чтобы решить проблему правильного питания, необходимо изучить этот вопрос. За последние годы резко изменились условия жизни населения. Механизация и автоматизация практически вытеснили ручной труд из жизни человека. Это привело к несоответствию между той энергией, которую мы потребляем, с пищей и уровнем энерготрат. Это всё приводит к гиподинамии. Вот, как пример, вы видите мальчика, который лежит на диване с избыточной массой тела, как минимум, а скорее всего с ожирением. Ясно, что спортом он не занимается, это видно по внешнему виду. И кушает. То есть раньше человек очень много ходил, он ходил в поле, не было столько транспорта. Человек физически, даже чтобы переключить канал на телевизоре, нужно было вставать, не было пульта и так далее. То есть всё это привело к гиподинамии. Большинство заболеваний, они связаны именно с гиподинамией. Кроме того, изменился химический состав продуктов. То есть загрязнение и истощение почвы приводят к снижению нутриентов, то есть полезных веществ. То есть в почве, а также в продуктах. Сейчас даже есть такое выражение, касаемо продуктов питания, как муляж пищи. То есть это неполноценный продукт питания, часто у нас оказывается на столе, потому что он беден питательными веществами. А если ещё учитывать, что человек мало двигается, необходимо уменьшить количество энергии, получаемой из пищи. А если это ещё пища некачественная, то это всё приводит в совокупности к нарушению здоровья. Вот то, о чём уже сказали. Негативное влияние на питание человека оказывает и доступность питания продуктов. Не всегда качественных. Вы все знаете, что сейчас, раньше такого не было, появилась готовая кухня. Питание стало очень доступным. И это питание не всегда качественное. То есть питание стало как бы на ходу. Раньше люди питались, это был ритуал, да, принятие пищи за столом, всей семьёй. А сейчас питание на ходу и так далее. Показатели здоровья ухудшились как от избыточности питания, так и от его недостаточности. Вы видите на слайде, что вот истощённого ребёнка, то есть низкие экономические возможности людей часто приводят к истощению организма. И избыточный вес – это результат неправильного питания, в основном углеводного. Что же такое рациональное питание? Рациональное питание – это питание здорового человека. С учётом его пола, возраста, характера труда и физической активности, климатических условий. Принцип рационального питания. Самое главное – соблюдать три принципа питания. Это баланс энергии, баланс нутриентов, то есть баланс питательных веществ и режим питания. Рациональное питание – это питание здоровых людей. Но все вы знаете, что питание есть и для больных людей, оно называется лечебным питанием. Есть спортивное питание для спортсменов. Также можно отдельно выделить военное питание и космическое питание. Рациональное питание – это соблюдение ещё раз трёх принципов. Это равновесие между поступающей из пищи энергии и энергией, расходуемой человеком во время своей жизнедеятельности. Второе – это удовлетворение потребностей организма в определённом соотношении пищевых веществ. Третье – это соблюдение режима питания. Первый принцип рационального питания – это баланс энергии, то есть вся необходимая энергия, которая человеку нужна, она поступает с пищей. Может быть, кто-то из вас знает, с каких пищевых веществ мы получаем энергию? Макронутриенты. Нам нужна энергия для того, чтобы жить, для того, чтобы двигаться, для того, чтобы учиться, заниматься спортом. Из каких веществ мы получаем энергию? Белки, жиры и углеводы. Всё, больше энергии мы не получаем ниоткуда. То есть витамины, минералы, они не являются источниками энергии, а являются строительным материалом. При зажигании или окислении одного грамма белка выделяется 4 килокалории. При зажигании одного грамма жира выделяется 9 килокалорий. При зажигании одного грамма углеводов тоже выделяется 4 килокалории. Вот допустим, что у нас здесь с вами кусочек тортика, который имеет в своем составе 10 грамм белка, 10 грамм жира и 10 грамм углеводов. Вы можете сказать, какая будет у него калорийность, энергетическая ценность, зная вот это вот? Ну сколько? Всего по 10 грамм. Это будет 40 плюс 90 плюс 40, правильно? Да, молодец. То есть, зная химический состав пищи, легко подсчитать, сколько энергетического материала получает человек в сутки. То есть вот так вот можно проанализировать рацион человека и посчитать его калорийность суточную. Расход калорий при различных видах деятельности. То есть энергию мы, кроме того, что получаем с пищей, мы еще ее тратим. Вот на данном слайде приведен справочный материал. То есть, например, человек весом 60 килограмм, который занимается баскетболом в течение часа, он тратит 288 калорий. То есть мы должны считать ту энергию, которую мы получаем с пищей и тот уровень энерготрат, который мы, ну, затрачиваем, скажем так. Вот есть датчики, существуют датчики потраченных калорий на тренажерах и на ручные датчики на часах. Может быть, даже кто-то пользуется, да? То есть вы можете отслеживать уровень энерготрат. Второй принцип рационального питания – это удовлетворение потребностей в основных пищевых веществах. Вот при всем разнообразии продуктов на земле, приготовленных из них блюд, все они состоят из белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов. И воды. То есть организму вообще не безразлично, за счёт каких веществ он получает энергию. То есть вот всю калорийность суточную можно получить, допустим, с жира. Но это неправильно, да? Нужно её разбить, суточную калорийность, на белки, жиры и углеводы. Потому что белки, жиры и углеводы являются строительным материалом для нас. То есть очень важно выдерживать баланс между белками, жирами и углеводами. Оптимальным в рационе практически здорового человека является соотношение белков, жиров и углеводов близко 1-1-4. То есть 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Ну это образно, да? Это соотношение наиболее благоприятное для максимального удовлетворения как пластических, так и энергетических потребностей организма человека. Белки должны составлять 12%, жиры 30% и углеводы 58% суточной энергетической ценности рациона, взятой за 100%. Коротко по всем макронутриентам пройдёмся, чтобы у вас осталось какое-то впечатление, да? Белки — это главный пластический материал, то есть строительный материал. Все мы знаем, что в жизни есть существование белковых тел. Вот именно по белкам сегодня у большинства населения является дефицит. То есть все мы знаем, что, например, иммунитет — это белки, иммуноглобулины. Глобулины — это белки. То есть если ребёнок или взрослый, он ест недостаточное количество белков, никогда его иммунитет не будет в норме. Какие бы иммуностимуляторы, иммуномодуляторы он не получал. Примером может послужить, ну, как пример. Это вот, например, вы хотите зажечь камень, и вы даёте пациенту, да, иммуностимулятор, хотите разжечь его иммунитет. Но в камине нет дров, нет строительного материала. То есть начинаем с питания всегда. Вот, примеры белков. Белки животного происхождения, существуют и белки растительного происхождения. К белкам животного происхождения относятся белок яиц, молоко, сыр, рыба, мясо, индейка, курица и так далее, да. Ну, грубо говоря, чтобы вы поняли, например, мясо – это мышцы животных, да, это белок. А белки из чего состоят? Ладно. Из аминокислот, да. Меняется в каждом продукте только последовательность аминокислот, известных 20 аминокислот, да, есть там заменимые и незаменимые. И вот продукты, богатые растительными белками – это соя, бобы, орехи, гречка и так далее, да. Что касается жиров. Жиры тоже есть растительного происхождения, там масла, как правило, да, и животного происхождения. Вот на слайде изображено там масло, сметану, сыр и так далее. Причем жирность у масла, у сметаны может быть разная. Так, недостаток жиров сказывается преимущественно на гормональной и половой функции. Строидные гормоны, избыток приводит к нарушению жирового обмена, все мы знаем. Углеводы принято. Вот самая большая проблема настоящего времени – это избыток углеводов. Вот особенно дети, они употребляют больше, чем положено, именно углеводов. Есть углеводы, которые сладкие, это быстрые углеводы, конфеты, тортики, пирожные и так далее, это все углеводы. И есть углеводы, которые не сладкие, это тот же хлеб, там, не сладкая булочка, макароны, гречка, это все углеводы. То есть тот же хлеб пшеничный, он состоит из той же глюкозы, из которой состоят конфеты. Просто глюкоза в хлебе, она, молекулы глюкоз, их много, они связаны между собой, там, до тысячи, да? И чтобы пока будут расщепляться эти связи, это уже происходит в двенадцатиперстной кишке, да? То есть поэтому в водовой полости мы не чувствуем того, что хлеб сладкий. Но если вы попробуете его жевать очень долго, в какой-то момент вы почувствуете, что хлеб тоже сладкий. То есть есть быстро усвояемые углеводы, это сладкие напитки, соки и так далее. И медленно усваиваемые углеводы, хлеб, макароны, гречка, да? Важно, хочется сказать о пищевых волокнах. Пищевые волокна обычно содержатся в растительной пище, это своего рода скелет растений. Вот скелет растений, пищевые волокна есть растворимые и нерастворимые. Вот 60% нерастворимых пищевых волокон, они способствуют поддержанию функции очищения организма. То есть очень важно, вот их наличие. И 40% растворимых пищевых волокон способствуют росту полезной микрофлоры. Так, еще пару слов о воде хочу сказать. Когда вы покупаете воду, обязательно всегда смотрите на дату. То есть у воды есть срок годности. Если вы выбираете воду в стекле или в пластмассе, конечно, мы предпочтение отдаем воде, которая находится в стекле. Потому что при нарушении хранения воды, которая находится в пластике, в воду поступают токсичные вещества под ультрафиолетом. И эта вода становится очень вредной. То есть лучше в стеклянной таре. Ну и так далее. На этом позвольте закончить. Хочу пожелать вам успехов в предстоящих мероприятиях, чтобы они прошли легко, радостно. Спасибо. Нателла Васильевича. Тот же самый, Золдар, где есть наука. Вот, вы знаете, даже работая в ВУЗе, я понимаю, что состав продуктов, то, что кушать, почему-то это очень важно. Когда врач пишет лечение, он начинает с меню, с диеты. И только после этого переходит к лекарствам. То есть очень важно, что, как люди, это научный подход к формированию своей тарелки. Еще хочется сказать, что половина тарелки у вас всегда должны составлять овощи и фрукты. Четвертая часть тарелки – это белки. И четвертая часть тарелки – это углеводы. Это гарвардская тарелка, так называемая, созданная, сформированная учеными из Гарварда, которая рекомендуется для всех. А у нас, у детей практически у всех, питание углеводное полностью. Спасибо. Спасибо. То есть научный подход. Спасибо большое. Передаю слово модератору.